Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий выступил с ежегодным отчетом. Он подвел итоги проделанной работы за 2020 год и обозначил цели, которых предстоит достичь в ближайшее время. В своей речи глава муниципалитета охватил все основные аспекты жизнедеятельности округа. Подробности в материале нашего корреспондента. В начале 2020 года мы и не предполагали, какие изменения нас ждут. В пандемии ушедший год преподали миру страшный урок, и те, кто его усвоил, получили важный опыт и могут с уверенностью смотреть вперед. Пандемия не только преподнесла урок, но и затронула все сферы нашей жизни. Жесткие ограничения отразились на рынке труда. В начале 2020-го уровень безработицы вырос в 8 раз. В ближайшее время все центры занятости Подмосковья модернизируют. На их базе будет осуществляться переподготовка кадров. Людям станет проще и быстрее найти работу по душе. Главный приоритет сегодня – это восстановление экономики и выполнение всех социальных обязательств. За год в округе создано 1552 новых рабочих места. По понятным причинам, к сожалению, это немного меньше, чем было в предыдущем году. Порядка меньше на 15%. Новые рабочие места создаются за счет развития бизнеса. Несмотря на удар, нанесенный пандемией, компании, которые работают на территории округа, расширяют производственные площади. Значительно пострадал потребительский рынок. Но, тем не менее, за год в округе открыто около 80 объектов торговли. Для округа развития бизнеса – это новые рабочие места, новые предприятия на территории, а также дополнительные доходные источники для бюджета. Все компании, которые работают у нас на территории, должны быть и зарегистрированы. Отдельное внимание глава заострил на теме здравоохранения. Эта сфера всегда была самой важной и значимой. Прошлый год как никогда доказал это. Медики и по сей день находятся на передовой, не жалея сил, спасают человеческие жизни. Своей речи Владимир Ужицкий еще раз выразил благодарность героям в белых халатах и организациям, которые не остались в стороне в сложные времена. Хочу сказать большое спасибо коллективам Люберецкого водоканала, Люберецкой теплосити и нашего ЛГЖТ, принимавших активное участие в работах по созданию ковидных центров. Несмотря на все сложности, система здравоохранения городского округа Люберцы значительно шагнула вперед. На базе Люберецкой стоматологической поликлиники открыто детское отделение. На территории Московского областного центра охраны материнства и детства оборудована вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациента. В поликлинике номер 6 распахнул в свои двери центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек. Активно идет строительство новых лечебных заведений. В микродаве «Самолет» начали строительство поликлиники смешанного типа на 600 посещений в смену с дневным стационаром и станцией скорой помощи на 4 машины. В текущем году будет завершено строительство детской поликлиники на 155 помещений в смену на улице 8 марта. Не стоит на месте еще один важнейший блок – образование. В прошлом году в поселке Мирный открыт детский сад на 360 мест. Два новых корпуса приобрел детский сад «Бригантина». В Малаховке распахнула дверь и современная школа. Завершилось строительство пристройки к детской школе. Ликвидация второй смены в школах – одна из приоритетных задач системы образования. Сегодня во вторую смену у нас учатся 1270 детей. Самая сложная ситуация – это в Красково. Там 355 детей во второй смене. Для ее решения планируется построить школу на 700 мест. Культурные и спортивные достижения округа, планы по благоустройству общественных территорий, парков, а также развитие системы ЖКХ, состояние дорог и работа общественного транспорта. Владимир Ружицкий подробно остановился на каждой из этих тем. Рассказал о реконструкции Октябрьского проспекта и локальных дорожных работах, которые избавят люберцы от пробок. В заключение хочу поблагодарить всех, кто помогает нам работать над повышением качества жизни в округе, реализовывать новые проекты, нести людям перемены, которых одни ждут.